Эти шокирующие кадры удалось снять американским дайверам из Флориды. Они совершали тренировочное погружение на боевой крейсер «Иракес», ходивший под флагом Великобритании. Во время Второй мировой войны в 1941 году он был торпедирован итальянским эсминцем и затонул у берегов Туниса. Все 43 члена экипажа погибли. Только послушайте, дайверы уверяют, что это голоса призраков. Впервые американским исследователям повезло записать мистические события на глубине. Ранее они специально ради этого погружались в другое проклятое место. Это лагуна Трук, расположенная между Филиппинами и Гавайями. Здесь происходила главная битва между США и Японией в 1944 году. 275 самолетов и около 60 кораблей пошли на дно во время американской атаки. А вместе с ними и тысячи людей. Водолазы постоянно слышат здесь звуки заведенных двигателей и человеческие голоса. Я бы не советовал дайверам безоглядно погружаться к затонувшим кораблям. И вообще к затонувшим кораблям надо относиться с большим уважением. Все-таки там мертвецы. Тем временем стали известны шокирующие новости насчет НЛО в Балтике. Эксперты, которые исследуют странный объект, утверждают, что он ползает. Они получили доказательство, что след на дне от тарелки совсем свежий. А между тем никакое течение не способно ее передвинуть. Таинственный объект на дне Балтики был найден случайно. Команда профессиональных ныряльщиков под руководством Денниса Аспарина возвращалась с очередного рейда. Они исследуют затонувшие корабли. Если груз погибшего судна представляет интерес для науки или коллекционеров, водолазы организуют экспедицию по подъему старинных предметов. Когда мы находим корабли, мы ожидаем, что найдем груз, который сможем продать. Например, шампанское или коньяк. Но в данном случае мы нашли что-то странное на дне. В тот день они находились в Ботническом заливе между Швецией и Финляндией. Вблизи этого места не должно было быть никаких потопленных кораблей. Рельеф дна здесь ровный. На сонар дайверы смотрели скорее по привычке. Сонар — это штука, которая позволяет нам видеть объекты на дне. Что-то вроде радарной системы. Внезапно на мониторе возник объект. Настолько странный, что водолазы не поверили своим глазам. Он имел форму идеального круга диаметром 60 метров. Предмет залегал на глубине 84 метра и своим видом напоминал инопланетный корабль из фантастических кинолент. Рядом с объектом виднелась 300-метровая полоса. Будто он пропахал борозду при падении на дно. Команда Аспарина была потрясена. Помню, как Питт сказал, что мы нашли НЛО. Я посмотрел на картинку и понял, что никогда не видел ничего подобного. Это был поразительный для нас момент. Участники экспедиции поняли. Если они хотят раскрыть тайну, им потребуется помощь. Они опубликовали показания сонара, чтобы узнать мнение самых разных специалистов. Это может быть вулкан, может быть метеорит, может быть газовый пузырь. Но это может быть и построенная штука из времен доледникового периода. И, конечно, это может быть НЛО. Но даже именитые ученые не могли объяснить происхождение объекта. Вернее, все версии были за гранью науки. Ясно было одно. Необходимо как можно скорее исследовать его вблизи. Мы решили вернуться к нему и использовать многолучевые сонарные сканеры, а также дайверов, чтобы исследовать этот объект. Экспедиция, вооруженная до зубов новейшими приборами, выдвинулась в район дислокации артефакта. Они все ближе к ответу на вопрос, что же это такое. Больше всего объект похож на летательный аппарат дисковидной формы. Такие аппараты видят в небе. Предполагается, что НЛО принадлежал пришельцам из иных миров или времен. Но неужели в Балтике потерпел крушение настоящий корабль инопланетян? Или это земной корабль необычной конструкции? Ведь в годы Первой и Второй мировой в этом районе велись активные боевые действия. Возможно, приблизиться к разгадке нам поможет версия доктора физико-математических наук профессора Бориса Родионова. Он считает, что аппараты подобной формы были в гитлеровской Германии. Действительно, опубликованы документы по разработкам летающих дисков. Однако, по данным историков, инженеры Третьего Рейха не успели пустить их в серийное производство. В воздух поднялся лишь опытный образец. Однако у профессора Родионова есть аргументы в пользу иного. Бывают военные секреты, которые выгодно держать как можно дольше, сохранять. Тогда другие страны еще даже и не знают об этом, а ты уже создаешь новое оружие, например. Ну, вот такие тарелки, которые могли стартовать из-под воды, облетая весь зерной шар, доставляя там бомбы куда надо. Ряд экспертов утверждает, что секретная база этих аппаратов находилась во льдах Антарктиды. И именно эти тарелки видел американский контр-адмирал Ричард Берд во время карательной операции в МС США «Высокий прыжок», которая проходила у берегов шестого континента в 1946-47 годах. НЛО атаковали и разбили американскую эскадру. Но Берду тогда никто не поверил. Тогда и вообразить себе не могли, что из-под воды могут вылетать какие-то аппараты. Тогда просто не было такой техники ни в одной стране мира. Наверное, считали, что вообще эти люди какой-то бред несут в связи с тем, что вот неудачно закончился этот поход в Антарктиду. Берд в докладе утверждал, что тарелки взмывали прямо из-под воды и с бешеной скоростью носились вокруг. Возможно, сегодня балтийская аномалия может послужить доказательством правоты американского контр-адмирала. Профессор Родионов долго вел переписку с наследниками членов команды Берда. И с точки зрения физики считает старт из-под воды вполне реальной задачей. Сопротивление воды легко преодолевается. Если у вас накачано газом, это тело, тарелка, будем так ее называть, и вы этот газ начинаете выпускать, то газовые пузыри создадут такую смазку воздушную. Оно сразу улучшит скорость подъема из воды и потери уменьшит на трение воду этого тела. Оно у вас вылетит, как пробка из бутылки на большую высоту. Профессор Родионов рассчитал, что скорости таких аппаратов могут быть почти космическими. Такие тарелки способны вылетать в высшие слои атмосферы. Со скоростью даже сверхзвуковой она может огибать, скажем, земной шар весь, потому что в стратосфере там воздухосопротивление маленькое. Поэтому вот этой начальной энергии, связанной с вылетом из-под воды, будет достаточно, чтобы совершать кругосветные путешествия. Команда специалистов уже на месте, где они увидели странный объект на экране. Деннис Аспарин руководит погружением водолазов с борта корабля. У членов экспедиции чувство, что они стоят на пороге открытия века. А теперь важная информация. В пятницу, 26 мая, в 21.00, в эфире канал РНТВ специальный проект, в котором мы даем ответ на два, пожалуй, самых главных вопроса. Первый. Правда ли, что страны Запада во главе с США готовят вооружённое вторжение на территорию России? И второй. По какой причине это вторжение откладывалось уже несколько раз? Итак, в пятницу специальный проект «Нас не разгонят» выйдет в эфир ровно в 21.00 по московскому времени. Сейчас будет короткая реклама, но не переключайтесь, потому что далее вы увидите. Как выглядит НЛО на дне Балтики? Мы смели песок с объекта и увидели, что у него гладкая, чёрная поверхность. Чем грозят путешествия на затонувшие корабли? Например, отказывают приборы. На этих уникальных кадрах подводной съёмки видно, как дайверы подходят всё ближе и ближе к странному предмету. Сейчас мы увидим, что скрывает бездна. Но когда до артефакта остаётся около 200 метров, электронное оборудование внезапно даёт сбой. Внезапно перестали работать лампы и другие электроприборы. И мы решили проверить, нет ли каких-то странных сигналов в эфире. И мы нашли сигнал, радиосигнал, который исходил из окрестностей этого объекта. Это был очень странный сигнал. Когда же мы поговорили об этом со знающими людьми, они сказали, что этот сигнал относится к российскому флоту. Как это всё понимать? Версии разошлись. Одни эксперты думают, что здесь затонула сверхсекретная советская подводная лодка, обнаружить которую американцы тщетно пытались с 1972 года. Другие считают, что объект может быть нацистской противолодочной защитной системой. Тем не менее, погружение решено продолжать. А между тем, наверху, у Денниса, тоже накаляется обстановка. Рядом с нами было много военных кораблей. Через некоторое время приплыл шведский военный корабль. Они очень интересовались, что же мы тут делаем. Это было довольно странно. Эти уникальные кадры пока единственное видео, снятое на месте. Ещё немного, и водолазы смогут буквально пощупать таинственный объект на дне Балтики. Что они увидят? Запчасти с символикой Люфтваффе? Люки с красными звёздами? Или бортовой номер с надписью «Сделано на Марсе». И вот, наконец, исследователи достигли цели. Похоже, это не было кораблём. Но то, что они увидели, просто поражало. Это выглядело как конструкция. Как строение на каменной платформе. Что-то очень странное. Его просто было заметить. Оно выглядит бетонным. Поэтому мы и решили, что оно бетонное. Объект выглядел монолитным, мёртвым и безжизненным. И прежде всего, явно искусственным. Мы смели песок с объекта и увидели, что у него гладкая, чёрная поверхность. Водолазы попытались взять пробу с объекта. Не без труда, но удалось отколоть образец, который подняли наверх. Но, похоже, погружение породило ещё больше вопросов, чем ответов. Экспертиза, проведённая археологами в Тель-Авиве, показала, что взятый с поверхности образец – это базальт со следами сожжённой органики. Израильские учёные были озадачены результатом. По их словам, такой материал можно найти в современном строительстве. Например, из соединения базальта и стали делается арматура для небоскрёбов. Но как он оказался под водой и сколько пролежал – непонятно. И что породило огонь, подпаливший этот объект? Кроме того, просмотр видеосъёмки спуска под воду показал, что и вокруг тарелки имеются странные подпалины, похожие на очаги сажи. Так что же такое этот загадочный дисковидный объект? Секретное оружие времён Второй мировой? Советская подлодка или оплавленный инопланетный корабль? Исследование продолжается. Но теперь они строго засекречены. Известно лишь, что местонахождение объекта изучают эксперты сразу из нескольких европейских стран. Пока не ясно, насколько сдвинулся объект на дне и в какую сторону он пытается уползти. Тем временем в Ирландском море у берегов Шотландии сделана ещё одна таинственная находка. Водолазы подняли со дна обломки немецкой подводной лодки СМЮБ-85. Она затонула здесь весной 1918 года на исходе Первой мировой войны. Вся загадка в том, почему погибла субмарина. Официальная версия, её подбил британский корабль. Но все 33 члена экипажа во главе с капитаном Крэхом спаслись и рассказали невероятное. Более того, они неспроста добровольно сдались в плен к британцам. Ибо то, с чем они столкнулись на глубине, было пострашнее неприятеля. Архивы сохранили первый допрос команды подлодки. Капитан утверждал, что его судно подверглось нападению гигантской зубастой твари. У неё была очень большая голова и невероятно длинные и острые зубы. Немецкая субмарина истратила все снаряды, пытаясь отогнать существо. Но оно искорёжило лодку так, что экипаж предпочёл всплыть и сдаться. Эксперты исследуют обломки и скоро ответят на вопрос, есть ли на металле следы зубов или когтей. Вероятно, все эти неизвестные виды животных, которые периодически встречаются в океане, это мутировавшие подводные динозавры, плеозавры и плезиозавры. Они являются потомками тех самых древних животных, которые ещё миллионы лет назад населяли нашу планету. И они вполне могли дожить до наших дней. Историки обнародовали сенсационные подробности о крушении Титаника. Пресса сразу заговорила, что лайнер скубила проклятие фараонов. Выяснилось, что британский историк Лорд Кентервиль перевозил на Титанике в деревянном ящике мумию египетской жрицы-прорицательницы времён фараона Аминхотепа IV. Ценный артефакт датировали XIV веком до н.э. Лорд вёз её на продажу американскому коллекционеру. Останки прорицательницы были слишком ценным грузом, чтобы хранить их в трюме. Поэтому ящик с мумией поместили рядом с капитанским мостиком. Таким образом прояснилось странное поведение капитана. Выжившие пассажиры Титаника утверждали, что за несколько минут до катастрофы капитана видели рядом с ящиком, в котором везли мумию. Причём якобы вёл он себя очень странно и ни на что вокруг не реагировал. Какие бы вы ни построили корабли, вот вы, я имею в виду человечество, какой бы величины они ни были, пусть это будет Ноев Ковчег или ещё что-нибудь такое подобное, это всё для океана щепка. То есть океан может это дело развернуть, повернуть, утопить, сделать всё, что угодно, и не делает он с этим всё, что угодно, только по одной причине, ему не хочется. Вот если ему захочется, в океану иногда хочется что-то сделать такое, то он сделает обязательно. Мертвец в океане – особая сущность. Некоторые исследователи предполагают, что даже после физической смерти тела океан даёт силу в каком-то смысле жить. Но это существование мы даже не можем себе представить. Недавно мир был шокирован мистической драмой у берегов Филиппин. На горизонте возник корабль-призрак, как живая декорация из фильмов ужасов. В корпусе были пробоины, мачта была сломана, а капитан превратился в мумию. Он сидел в рубке перед рацией, но крик о помощи отправить не успел. Яхта дрейфовала на волнах как минимум год. Среди личных вещей её капитана нашли записку, содержание которой заставило плакать миллионы людей. Его звали Манфред Фритц Байерат. Опытный яхтсмен из Германии вышел в море ещё в конце 2014 года. И с тех пор связи с ним не было. Он не звонил друзьям и лишь однажды вышел в интернет. Опытный 50-летний моряк Байерат за 20 лет на своей яхте пересёк Атлантический и Тихий океан. Ходил в Карибском бассейне, Индийском океане, в Средиземном и Эгейском морях. Месяцами не спускался на берег. Тысячи миль он преодолел со своей женой Клауди. Но в 2008 году супруги развелись. Через два года Клауди умерла от рака. И тогда же капитан-одиночка ушёл в своё последнее плавание. Его последняя запись и посвящена любимой супруге. В течение 30 лет мы шли с тобой одним путём. Но затем сила демонов оказалась сильнее, чем воля к жизни. Ты ушла. Пусть твоя душа найдёт покой. Полиция предполагает, что убитого горем моряка подвело сердце. Он обессилел и просто не смог позвать на помощь. Цемесская бухта под Новороссийском и Крымское побережье Чёрного моря буквально усеяны затонувшими кораблями. По самым скромным подсчётам, за несколько веков не менее 200 судов нашли здесь свой последний приют. Причём многие по невыясненным причинам. Тайны погибших кораблей манят дайверов. Это настоящая мекка для любителей приключений. Но далеко не каждое погружение заканчивается успешно. У нас в Крыму есть корабль, который называется «Ленин». Это грузопассажирский пароход, который застанул в ноябре 1941 года во время эвакуации, в том числе и мирного населения, точнее, в большинстве своём мирного населения, из Севастополя. Он шёл в сторону Новороссийска, по-моему, и подорвался у нас в советских минах. История долгое время была не сильно афиширована. Дайв-инструктор Оксана Истратова рассказывает, что среди ныряльщиков ходит множество пугающих историй об этом корабле. «Ленин лежит на глубине около 90 метров и, по сути, уже много лет остаётся могилой для тысяч человек, утонувших во время той катастрофы и до сих пор покоящихся на дне». И вот погружения на «Ленин» обычно связаны с какими-то вот мистическими составляющими. Например, отказывают приборы. То есть вот люди приходят, как только они доходят до корабля, отказывают электронные приборы. Если люди погружаются на аппаратах замкнутого цикла, так называемых ребризерах, начинают прыгать показания датчиков кислорода. И вообще, собственно, всё себя ведёт, всё, что связано с какой-то электроникой, начинает вести себя несколько неадекватно. А теперь информация для моих земляков и постоянных зрителей. Дорогие друзья, в нашем с вами славном городе-герои Воронеже 22 июня у нас с вами творческая встреча. Отвечу на все ваши вопросы. Будем говорить об истории и нашей сегодняшней жизни, о военных тайнах и самых шокирующих гипотезах, о великих заблуждениях и фактах нашей действительности, которые я не всегда могу говорить с экрана телевизора. Будут новые книги. Обменяемся автографами, пофотографируемся, поговорим. Итак, до встречи в Воронеже 22 июня в 19.00. Сейчас будет короткая реклама, но не переключайтесь, потому что далее вы увидите. Что думает наука о гиблых местах в океане? Именно в этом месте погиб корабль. И вот как будто бы зовет. Кто живет на погибших кораблях? В какой-то момент просто почувствовал, что меня кто-то тянет вниз. Иногда во время спуска людей охватывает беспричинный страх. Причем, как утверждают дайверы, происходит это в самых обычных условиях, когда рядом находятся напарники, и сам ты держишься за страховочную веревку. Зачастую погружение на корабль проходит по так называемому ходовому концу. То есть это веревка, которая с поверхности соединяет либо корабль, который нас тут доставил, либо какое-то средство, обозначающее нас на поверхности с тем объектом, на который мы погружаемся. То есть те люди спускаются по веревке, но отойти от нее не могут. Иногда они это объясняют тем, что вот я прям почувствовал, как что-то мне сказала нет. Согласно некоторым версиям, чувствительные люди просто воспринимают те сигналы, которые подают им затонувший корабль. И погибшие в нем люди. Корабли затонувшие открываются не всем. Корабль, несмотря на то, что он затонул, душа-то никуда не делась, она там, внутри. И он откроет свое сокровище не каждому. То есть он откроет в нужное время, в нужном месте, в нужным людям. Говорят, что моряки суеверны. На самом деле, возможно, они просто уяснили законы природы, которые непонятны всем остальным обитателям суши. Океан живет по своим правилам и порой жестоко мстит тем, кто их нарушает. Неоднократно уже бывали странные мистические случаи, когда тот корабль, который принимал участие в съемках каких-нибудь фильмов, потом повторял его судьбу. Вот самый такой известный случай это случился с кораблем Нахимов, который великолепно отснялся в одном из документальных фильмов, но потом, буквально через несколько месяцев, затонул точно так же, как его снимали во время художественного фильма. Точно такая же судьба постигла атомную подводную лодку Ка-159, которая затонула в ночь на 30 августа 2003 года в Баренцевом море недалеко от острова Кельдин на глубине около 200 метров. Незадолго до катастрофы погибшая субмарина сыграла гибель аналогичного атомохода в фильме «Крик дельфина», который был снят на Мосфильме режиссером Алексеем Салдыковым по книге Черкашина «Тайна Архелона». С подводными лодками тоже бывают различные непонятные ситуации. Так, одна из подводных лодок военно-морских сил России также принимала участие в съемках документального проекта. Съемки прошли великолепно, команда осталась довольна, лодка ушла в боевой рейс. И буквально через некоторое время с ней произошла точно такая же трагедия. Лодка затонула. Было подсчитано, что если поднять со дна все утонувшие корабли и выстроить их в цепочку носом в корму, то эта цепь дважды обогнет землю по экватору. У одних только британских островов в разное время потерпело крушение более четверти миллиона разных кораблей. Похожая ситуация в Цемесской бухте. По сравнению со всем этим Бермудский треугольник покажется доброй детской сказкой. Когда корабль погибает, обязательно бывает вот этот вот последний вздох. То есть корабль погибает, как обычный человек, как живое существо. И вот этот вздох, он уходит в океан, и все равно эта информация сохраняется. Именно в этом месте погиб корабль. И вот как будто бы зовет. То есть обязательно в этом месте будет другой корабль, и обязательно с ним что-то будет происходить. Рядом с погибшим кораблем ляжет следующий корабль. Именно в этом месте. Поэтому места некоторые считаются такими проклятыми. Мыс Горм, мыс Бискайский залив. Вот такие места есть. Вот Цемесская бухта, та же самая. С музыкантом Сергеем Тиняковым в Цемесской бухте произошел загадочный случай. Это был последний вечер на отдыхе, и он едва не стал таковым в его жизни. Большая компания веселилась на пляже, наслаждаясь теплой, спокойной водой. Все купались возле берега, и лишь Сергей решил совершить финальный заплыв. Мужчина уплыл почти на полтора километра. Он знал свои силы и ничего не боялся. Как вдруг? Неожиданное ощущение заставило его похолодеть. Кто-то сильно потянул его за ногу вниз, в глубину. В какой-то момент просто почувствовал, что меня кто-то тянет вниз, как будто рукой схватил и тащит в глубину. Это продолжалось недолго, может быть, секунд, там, пять от силы. По ощущениям, конечно, казалось, что это целая вечность, да? На несколько секунд Сергей с головой ушел под воду. Он отбивался как мог. Когда, наконец, хватка ослабла, музыкант начал в панике изо всех сил грести к берегу. На море был отлив, и его еще уносило от суши. В какой-то момент он даже подумал, что может не выкарабкаться. Сергей старался не думать о том ужасе, который оставался позади. Ведь он отчетливо ощутил, что его схватила рука человека. Это не было какой-то, ну, то есть, удар полника или еще что-то. Именно кто-то схватил рукой. Четкое ощущение, что тебя кто-то схватил и тащит вниз. Но, наконец, музыкант добрался до мелководья и обессиленный упал на берегу. Долгое время он молча сидел, не решаясь никому рассказать о произошедшем. Позже, вечером, Сергею все же удалось расспросить местных о том, куда же он заплыл. Оказалось, это было очень близко к месту давнего кораблекрушения. Да, было крупное кораблекрушение. Есть такое поверье, что это вот люди, люди забирают души умерших к себе. В Цемесской бухте рыбаки утверждают, что иногда видят призрак лайнера Адмирал Нахимов. У них есть примета. Если услышишь в море танцевальную музыку, смех и звон бокалов и увидишь в темноте огни, включай полный вперед и возвращайся на берег. Иначе корабль-призрак увлечет за собой в подводное царство мертвых. Круизный лайнер Адмирал Нахимов совершил свой последний рейс 31 августа 1986 года. Он столкнулся в Цемесской бухте с сухогрузом Петр Васев, в результате чего затонул за 7 минут, унеся с собой на дно 423 человека. Судам не хватило всего 6 секунд, чтобы спокойно разойтись. Но именно эти роковые 6 секунд и привели к катастрофе. Мои друзья, которые ныряли туда задолго до этого, делились своими впечатлениями о том самом гнетущем впечатлении, о том состоянии, когда ты прям вот буквально изнутри ощущаешь, что здесь эти люди остались лежать. Они действительно еще на нижних палубах. Есть останки погибших, потому что водолазные работы в определенный момент были прекращены из-за того, что погибло двое водолазов. Здесь же на дне Цемесской бухты лежит императрица Мария. И с этим погибшим кораблем тоже связано множество мистических тайн. Линкор «Дредноут», заложенный в 1911 году и прибывший в Севастополь 30 июня 1915 года. Летом 16-го он стал флагманом нового командующего Черноморским флотом адмирала Колчака. А 20 октября в пороховом погребе носовой башни произошел взрыв, в результате которого линкор ушел на дно. Когда корабль перевернулся, то плыла икона, которая находилась в киоте корабельной церкви линкора императрицы Марии, икона Святого Николая Угодника покровителя моряков. Икона очень интересная. В 1915 году, когда корабль был еще на стопелях, старшему офицеру линкора Городыскому подошел один дряхлый старичок, едва передвигающий ноги, и сказал, что он хочет выполнить свой долг. Выяснилось, что он передает офицеру икону Святого Николая Чудотворца, которая была установлена в свое время, в 1853 году, на парусном линейном корабле императрицы Марии, участнике Синопского сражения, участнике обороны Севастополя. На эту икону молился Нахимов. На эту икону молились моряки-черноморцы перед Синопским сражением. А когда корабль затопили в 1854 году, и моряки уходили в морскую пехоту защищать Севастополь, то икону в этой суете спас и взял с собой этот старичок, который к тому времени был старостой корабельной церкви. И эта икона находилась на позиции моряков при сухопутной обороне Севастополя. И тогда он поклялся, что вернет икону, когда на Черноморском флоте появится корабль с таким же названием Императрица Мария. И в 1915-м он свою клятву исполнил. Но тогда же произошло еще одно мистическое событие. Накануне трагедии команда грузила уголь и топливо, и нефть. Естественно, это была физическая работа тяжелая, и командир корабля, капитан первого ранга Кузнецов, дал приказ Вахтиному и Горнисту на следующее утро трубить подъем не в 6.00, а в 7 часов, чтобы матросы, уставшие, могли поспать хотя бы на час позже. Но батюшка корабельный и офицеры уголь не грузили, и в 6 часов ровно в корабельной церкви, которая была расположена на корме на юте, начались богослужения. К ним присоединились те матросы, которые очли, что несмотря на усталость, тяжелую работу, они должны пропустить утреннюю службу. И вот что интересно, те, кто пришел на утреннюю службу, несмотря на вечернюю усталость, они все до единого остались после этого взрыва живы. Те, кто захотел поспать, пропустил церковную службу, заснули вечным сном. А теперь важная информация. В пятницу, 26 мая, в 21.00 в эфире канал РНТВ специальный проект, в котором мы даем ответ на два, пожалуй, самых главных вопроса. Первый. Правда ли, что страны Запада во главе с США готовят вооруженное вторжение на территорию России? И второй. По какой причине это вторжение откладывалось уже несколько раз? Итак, в пятницу специальный проект «Нас не разгонят» выйдет в эфир ровно в 21.00 по московскому времени. Сейчас будет короткая реклама, но не переключайтесь, потому что далее вы увидите. О чем предупреждает призрак белого лейтенанта? Часть лица этого лейтенанта, она как бы отбуглена. Что происходит в Бермудском треугольнике? То, о чем мы сегодня еще не знаем. Души погибших в море? Сколько бы за них ни молились, не всегда находят приют. Выпускники Нахимовского училища в Севастополе рассказывают, что в коридорах их альма-матер бродит настоящее привидение. Причем погиб этот человек в море. Что же ему нужно среди курсантов? О чем он предупреждает живых? У черноморских моряков, а точнее у офицеров, у курсантов военно-морского училища имени Нахимова есть так называемый призрак, который появляется в коридорах училища, называли его белым лейтенантом. Он появился вскоре после гибели на херной флоте одной из советских атомных подводных лодок. Преподаватели лично знали погибшего и весьма удивились, увидев его снова в стенах училища. Ведь призрак белого лейтенанта выглядит как живой человек. От остальных курсантов его отличает лишь форма и одна единственная жуткая деталь. Идет караул в черной форме и вдруг по главному коридору появляется навстречу им офицер, который идет в белом парадном кителе, белой фуражке, белые брюки, которые носит как правило только черноморский флот. Они очень удивлены, караул приближается, они вдруг увидят, что часть лица этого лейтенанта она как бы обуглена и когда идет расстояние у них уже удивляются такие удивленные лица, он исчезает. Пока белый лейтенант не предрек ни одной катастрофы. Возможно, он просто оберегает своих живых товарищей. Самое жуткое и необъяснимое явление, когда уже утонувшие корабли исчезают со дна морского. Министр обороны Нидерландов шокировала мир сообщением, что со дна Яванского моря загадочным образом пропали три нидерландских и три британских боевых корабля, затопленные во время Второй мировой войны японцами. Не так давно они были найдены дайверами, но теперь международная экспедиция, отправившаяся обследовать находку сообщила, что корабли, лежавшие на 70-метровой глубине еще два года назад, мистическим образом растворились. Я в свое время увлекался теорией Козырева, если вы знаете, теорию времени, и я понял, что существует пространство и время, а существует пространство времени, где каждый вот наш момент Вселенной он там запечатлен. Там есть Вселенная отдельно на каждый момент времени. Вот такое замечательное пространство. Но происходит какой-то сбой, например, магнитных каких-то составляющих Земли, и тогда корабль из одного времени может попасть в другое время. Такое бывает. Возможно, что именно это и происходит в Бермудском треугольнике, мистическом месте в Атлантике, где пропадают корабли и самолеты. На днях американские метеорологи заявили о сенсации. Они утверждают, что им удалось ни много ни мало разгадать тайну Бермудского треугольника. Стив Миллер из Колорадского университета и Рэнди Сервенью из Аризоны заявили, что все дело в шестигранных облаках. Вот как выглядят эти странные облака на спутниковых снимках. Они представляют собой необычную сетчатую структуру, состоящую наподобие пчелиных, только гораздо большего размера от 40 до 90 километров. Как такие облака образуются, никто не знает. Однако ученые выдвинули гипотезу, что именно они способствуют возникновению мощного и внезапного нисходящего движения воздуха. Профессор Сервенью сравнивает эффект от таких облаков с воздушной бомбой. Следствием этого взрыва становятся 40-метровые волны, которые топят корабли, а также мощнейшие воздушные турбулентные потоки, уничтожающие самолеты. Пока это вполне рабочее, но лишь одна из версий. Точно так же, как и сдвиг времени в Бермудском треугольнике, то есть очень вероятно, что все это существует. И все эти катастрофы в Бермудском треугольнике можно объяснить не просто выбросами метана, когда метановый пузырь поднимается со дна, изменяется плотность воды и судно просто тонет, но и чем-то совершенно другим, то, о чем мы сегодня еще не знаем. Но как объяснить другие аномалии Бермудского треугольника? Путешественник Федор Конюхов 19 раз пересекал Атлантический океан и не раз бывал в этой аномальной зоне. Он видел гигантские столбы света идущие со дна. Когда исследователь пытался подойти ближе к аномальному явлению, оно исчезало. Разворачивая яхту иду к нему, он пропадает, возникает в следующем месте, а так было несколько столбов, но я говорю об одном, когда я, можно сказать, гонялся за ним, а на самом деле, когда подходишь, он пропадает, возникает в другом, так что я не мог подойти, зайти в этот свет, все только будто живой. Там же мореплаватель наблюдал еще одно необъяснимое явление. Из морской пучины поднялся в небо летающий объект. Он был огромен. Я его называл как блин, такой гигантский, светящийся, как будто с ртути сделанная. Он начал надвигаться, закрыл все небо и прошел через весь купол неба и, соответственно, меня закрыл. Я думал, что у меня GPS вырубится, отключится из-за того, что небо перекрыто вот этим, как с ртути предметом. Ну, вот таким вот. Ничего подобного. Приборы так как работали, так и работали. Но Бермуды не единственное проклятое место в мировом океане. Те же самые феномены наблюдаются в Мичиганском треугольнике и районе Великих озер в США, где пропажа судов и самолетов нередки. Замечено это также в проливе Ла-Манш, недалеко от побережья, около графства Кент, в месте под названием Пески Гудвина. Считается, что когда-то в 11 веке там был остров, который затонул, потому что некий граф Гудвин не оградил его от морских волн, которые размыли почву. Со временем около этого места стало проходить огромное количество кораблей. Так как пески были, скажем, по аналогии их можно назвать забудчими, и перемещались с одного места на другое, то периодически там возникает кораблекрушение. На сегодняшний день зафиксировано в реестрах около тысячи уже известных кораблекрушений, не говоря о тех, которые не были. Но что самое удивительное, как раз именно там наиболее интересные возникновения кораблей признаков спустя определенное количество времени. Одним из наиболее известных является трехмачтовая шхуна Леди Левинбонд. Ее призрак регулярно появляется здесь. Когда-то очень давно, а именно 13 февраля 1748 года, эта шхуна затонула. При этом легенда сохранила красивую историю о том, что капитан вез свою невесту, девушку, но первый помощник влюбился, и в результате посадил судно на мель, чтобы девушка не досталась капитана. Правда это или нет, неизвестно, но тем не менее, каждые 50 лет это судно появляется в этих местах. Есть документальные свидетельства, что в 1798 году его видели два корабля. В 1848 году даже погиб человек, когда пытался предотвратить кораблекрушение. настолько естественно это выглядело. И с тех пор, каждые 50 лет, 13 февраля, это судно, как по расписанию, появлялось в этом месте. Но главное то, что оно было далеко не единственным. это фактически современность, потому что этот мираж был зафиксирован в 1948 году. Он был зафиксирован. И еще несколько миражей на этой же самой банке песчаной в песках Гудвина тоже были зафиксированы. Одним из главных мест на Земле, где постоянно случаются хрономиражи, уже много лет остается Арктика. Моряки часто описывают, что мимо них прошло странное деревянное судно. Матросы кричали непонятные слова и вообще палили из пистолетов. Потом этот корабль исчезает. Особенно часто такие истории рассказывают профессиональные полярники. В Арктике очень часто видят так называемые корабли летучие колландцы. А с чем это связано, сказать никто не может. Но и не секрет ни для кого, что как раз в 18-19 веке, когда полярные исследователи искали пути к другим континентам, очень много вот этих кораблей, они были, понятно, деревянные, нежелезные, просто пропадали во льдах, или их затирало льдами, или они вмерзали в лед, и команда постепенно умирала от холода и голода. И по легендам моряков, это вот души тех погибших, их, скажем так, соратников предупреждают о возможной надвигающейся опасности. По одной из версий, на Северном полюсе расположены врата в параллельный мир. Возможно, эти врата или пространственно-временная дыра как бы дрейфует. Именно поэтому корабли в Арктике перемещаются в иное измерение и иногда возвращаются в наше. Еще несколько пароходов точно так же терпили кораблекрушение, и спустя какое-то время люди видели аналогичные пароходы в аналогичных обстоятельствах. Но это были только миражи. Оно и самое интересное с песками Гудвина, даже не самое интересное, еще один интересный факт, индийский пароход Махарата, который был построен в начале 20 века, первый раз сел на мель и затонул на песках Гудвина в 1907 году. В 1917 году был построен еще один пароход с таким же именем. И в 1939 году опять же на тех же песках Гудвина, причем как раз именно в том месте, где затонул первый пароход, затонул и второй. Ученые считают, что первым на планете Земля появился океан, и он бессмертен. Даже если с лица Земли будут смыты города, страны и материки, на планете останется вода, колыбель жизни, из которой возродится новая цивилизация. А может быть, другой разум на нашей планете уже давно существует. Просто мы даже не подозреваем, в какой форме. И пока мировой океан надежно хранит эту тайну. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok